Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World 2.5 и в этом видео у нас гайд, в котором я расскажу вам про Hotas модуля F-16C. Ну, это важно, прежде чем мы приступим к, собственно, гайдам. Нужно знать, какие команды на Hotas вообще за что отвечают, правильно? Ну и давайте по порядку начнем с RUS, ручки управления самолетом. И в первую очередь мы тут имеем двухпозиционный курок, как вы можете заметить, то есть два положения курка и стрельба именно ведется при зажатии курка во второе положение. Ну и понятное дело, пуск ракет осуществляется командой Weapon Release, то есть на F-16C, как в общем-то и на других американских самолетах, стрельба из пушки осуществляется одной командой, то есть зажатием курка, а пуск ракет осуществляется другой командой, так что и то и другое должно быть назначено. Далее по списку у нас переключатель управления дисплеями, он же Display Management Switch, он же DMS, как вы можете догадаться, именно по аналогии с A10C, вот эти вот четыре команды я буду называть как DMS, DMS вверх, DMS вниз, DMS влево и DMS вправо. Вообще, если вы уже настраивали управление в DCS для модуля A10C, то с модулем F-16C у вас все должно быть довольно-таки просто, ввиду того, что на этих самолетах РУС идентичны. Но на F-16C, хатка DMS выполняет, ну, немного другую функцию, скажем так. Смотрите, команда DMS вниз, переключатель управления дисплеями вниз, служит для того, чтобы переключать активный сенсор между левым и правым дисплеем. То есть, щелкая команду DMS вниз, мы можем делать активным сенсором либо левый дисплей, либо правый дисплей. Команда DMS вверх, переключатель управления дисплеями вверх, служит для того, чтобы активным сенсором делать ILS. Переключатель управления дисплеями влево, DMS влево, служит для того, чтобы переключать страницы для левого монитора. Переключатель управления дисплеями вправо, DMS вправо, служит для того, чтобы переключать страницы на правом дисплее, как вы уже, наверное, поняли. Давайте я вам на практике все это покажу, чтобы более понятно было. Смотрите, для начала я буду нажимать команду DMS вниз. И, как вы можете заметить, активный сенсор, как я говорил, переключается между левым и правым монитором. Сейчас активным сенсором выбран левый монитор, а сейчас активным сенсором выбран правый монитор. То есть активный сенсор, вы можете определить, видите, белая рамка, и вот эта вот белая рамка означает то, что данный монитор на данный момент является активным сенсором. И переключение активных сенсоров и осуществляется нажатием DMS вниз. У меня еще в прошлом видео об этом спрашивали. Для того, чтобы сделать ИЛС активным сенсором, щелкаем DMS вверх. Оп, видите, загорелась звездочка, и она означает то, что сейчас ИЛС выбран активным сенсором. И, как вы можете заметить, белая рамка пропала. И это означает то, что ни один из мониторов сейчас не выбран активным сенсором. Так что имейте это в виду. Тут, в принципе, не запутаетесь, думаю. И вот система с активными сенсорами на F16C реально очень простая и понятная по сравнению с тем же A10C, например. Теперь давайте я буду нажимать DMS вправо и буду переключать как раз-таки страницы для правого монитора. Смотрите, нажимаю, выбрал страницу TGP. Страницу SMS, которая показывает, какие у нас подвески, что подвешено. Выбрана страница SSD. Снова страница TGP. И вот нажатием DMS вправо я переключаю страницы, выбранные для правого монитора. Ну и то же самое я могу делать для левого монитора. Нажимаю DMS влево и переключаю страницы для левого монитора точно таким же образом. Ну вот как-то так с DMS разобрались, думаю. Далее у нас 4 команды TMS. Target Management Switch или переключатель выбора цели. TMS вверх, вниз, влево и вправо. Естественно, все 4 команды должны быть назначены, поскольку они очень часто используются. Особенно команда TMS вверх, которая служит для того, чтобы захватить цель при помощи РЛС самолета. Ну или чтобы поставить точку на земле при помощи прицельного контейнера. Ну а TMS вниз служит для того, чтобы наоборот сбросить захват радиолокационной станции самолета. TMS влево и вправо, кстати говоря, тоже используется время от времени. Просто, к примеру, если у вас TGP выбран активным сенсором, то нажатие TMS влево позволяет переключаться между теплоконтрастным и телевизионным изображением. Но более подробно про функционал TMS поговорим уже в следующих гайдах. Далее у нас 4 команды для триммера. Крен влево, крен вправо, тангаж отрицательный, тангаж положительный. Ну как можно догадаться, хатка триммера служит для того, чтобы управлять триммером. И также должна быть назначена в обязательном порядке, поскольку триммером вы в любом случае будете активно работать в ходе осуществления полетов. Далее по списку у нас идет хатка CMS, Counter Measures Management Switch или переключение средств защиты. Ну и как вы можете догадаться, данная хатка служит для того, чтобы управлять программами по отстрелу средств противодействия ЛТЦ и дипольных отражателей. Но опять же про средства противодействия, я думаю, отдельный гайд сниму. Просто имейте ввиду то, что хатка для управления средствами противодействия, вот она, называется как переключение средств защиты. Ну и также в разделе RUS есть вот эта вот команда, очень важная на самом деле, поскольку она выполняет сразу несколько функций. В зависимости от того, находитесь вы на земле, применяете вооружение в режиме воздух-земля или воздух-воздух, или осуществляете дозаправку. В общем, если вы находитесь на земле, то вот этой вот командой осуществляется включение-выключение режима управления носовой стойкой Nous Wheel Steering. Если вы осуществляете применение вооружения воздух-земля, то вот этой вот командой осуществляется переключение между режимами CCIP, CCRP и стрельбой из пушки. Если же вы работаете ракетами в режиме воздух-воздух, то этой командой осуществляется так называемый Missile Step. То есть вы можете выбирать, с какой точки подвески будет произведен пуск, либо с левой, либо с правой. Ну а если вы осуществляете дозаправку, то этой же командой производится отсоединение топливозаправочной штанги от самолета. И это, собственно, и есть функция Air Refueling Disconnect. Так что, чтобы отцепиться от анкера, данная команда тоже нужна. То есть, как вы можете видеть, команда очень важная, выполняет несколько функций. И, понятное дело, должна быть назначена в обязательном порядке. Ну давайте я даже сейчас выберу режим воздух-земля. И смотрите, нажимаю на эту команду и переключаюсь между режимами. То есть режим CCIP, стрельба из пушки и режим CCRP. Очень удобно. Ну тут то же самое, в принципе, что и на 10С. И, опять же, по аналогии с Кабаном. Так что, запомнить довольно-таки просто будет, для чего данная команда нужна. Помимо этого, на Русу у нас есть команда Expand Field of View. Ну и, как вы можете догадаться, данная команда служит для того, чтобы переключаться между узким и широким полем зрения у прицельного контейнера. Ну и также у ракет Maverick, когда они будут добавлены. Так что, естественно, эту команду тоже стоит назначить для того, чтобы эффективно управляться с прицельным контейнером, изменяя для него поле зрения. Ну и, помимо этого, на Рус также есть лепестковый переключатель. И он служит для того, чтобы выключать автопилот. То есть не всегда у вас возможность будет выключить автопилот при помощи необходимого тумблера. И если у вас появилась внезапная необходимость быстро-быстро выключить автопилот, то осуществляется это как раз-таки при помощи лепесткового переключателя на Рус. Ну и, собственно говоря, с Рус разобрались. Давайте уже перейдем к Рут, к рычагу управления двигателем. Ну и если говорить про Рут, то в первую очередь мы можем наблюдать, как вы можете видеть, команды для выпуска и уборки воздушного тормоза. И настроить, кстати говоря, по-разному можно. К примеру, у меня вот такой трехпозиционный переключатель на Hotas для работы с воздушным тормозом. И поэтому выпуск воздушного тормоза назначен на эту команду. Уборка воздушного тормоза на вот эту команду. То есть для трехпозиционных переключателей как-то так это выглядит. Но, понятное дело, с клавиатуры, как вы можете заметить, команды настраиваются немного по-другому. Далее по списку у нас идут четыре команды для хатки передачи на Рут. Вообще-то нас интересуют только две команды. Передача в диапазоне UHF и передача в диапазоне VHF. Которые позволяют, собственно говоря, задействовать UHF и VHF радиостанции. А вот эти две команды нужны для работы с системой свой-чужой АФФ, которая даже не реализована на данный момент, если я правильно помню. Но можете назначить на будущее, в принципе, почему бы и нет. После этого у нас идут четыре команды для управления курсором. И если у вас на хотас нет кнюпеля, который настраивается через раздел осевых команд, то в таком случае RaiderCursor вам нужно настроить для управления курсором RLS, для наведения TGP и так далее. А если у вас есть кнюпель на Руди, то это можно не настраивать. То есть, видите, у меня это не настроено. Далее по списку у нас команда CageUnCage. Ну, я думаю, вы сами можете понять, для чего эта команда нужна. Она нужна для того, чтобы активировать GSN ракет Maverick, когда они будут добавлены. И она нужна для того, чтобы активировать GSN ракет АЕМ-9. В общем-то, стандартно, как и на том же FA-18C, например. Ну, а теперь смотрите, у нас тут есть интересная команда режима Hotas Enable. Ну, интересна она тем, что позволяет включать-выключать привязку управляемых ракет к курсору на Руди. Сложно-сложно, непонятно. Но на самом деле тут все довольно-таки просто. Эта команда позволяет включать-выключать привязку Maverick'ов к прицельному контейнеру, ну, когда Maverick'и будут реализованы. И, по идее, эта же команда должна включать-выключать привязку ракет Воздух-Воздух к целям, которые захвачены радиолокационной станцией. Правда, не похоже, что данная команда реализована на текущий момент, если честно. Ну, просто говорю о том, как она должна работать. Для ракет Воздух-Воздух она служит для того, чтобы переключаться между режимами Boryside и Slave. Slave это когда ракеты Воздух-Воздух привязаны к цели, захваченной радиолокационной станцией. А режим Boryside, когда ракеты наводятся на цель маневром самолета. Ну и в теории, благодаря этой команде, ты можешь держать в захвате РЛС одну цель, а ракета АИМ-9Х навести маневром самолета на другую цель. Довольно-таки любопытно на самом деле. Но нужно будет смотреть на то, как это будет реализовано. И главное, когда будет реализовано. Тут вы можете наблюдать две команды кремольера возвышения антенны по часовой и кремольера возвышения антенны против часовой. И эти две команды делают именно то, что вы от них и ждете. Позволяют поднимать антенну по углу места и опускать антенну РЛС по углу места. Осуществляя таким образом поиск воздушных целей, которые находятся либо выше нас, либо ниже нас. Тут, в общем-то, стандартно, как и на других самолетах, управление антенной радиолокационной станции. После этого вы можете наблюдать две команды. Кремольера дальности радара по часовой и кремольера дальности радара против часовой. Но, несмотря на то, что тут написано, эти команды служат для того, чтобы зумить изображение прицельного контейнера, а не управлять дальностью радара, так что не перепутайте. Хотя, возможно, в будущем и дальностью радара эта команда будет тоже управлять. Но пока что эти две команды нужны именно для того, чтобы зумить изображение прицельного контейнера, как я уже сказал. Вот смотрите, несмотря на то, что там написано, что эти две команды управляют дальностью радара, как я уже сказал, вы этими двумя командами зумите изображение прицельного контейнера. Так что, смотрите, чтобы у вас название этих команд не ввело в заблуждение. Ну, а командой field of you, expand, как я уже говорил, можем изменять еще поле зрения прицельного контейнера. То есть прицельный контейнер полностью управляется именно с хотаз. АТМС влево, вот, включили теплоконтрастные изображения или вернули телевизионные. Как-то так. Ну и в завершение поговорим о переключателе Dogfight Override Missile Override, который позволяет быстро переключаться между режимами ближнего воздушного боя и дальнего воздушного боя. Очень важный переключатель. И тут мы можем наблюдать дофигища возможностей настройки данного переключателя. Кстати, приятно видеть то, что разрабы подумали о владельцах различных устройств и дают столько возможностей настроить данный переключатель. Но понятное дело, что проще всего переключатель Dogfight Override Missile Override использовать, если у вас есть на хотаз где-то трехпозиционный переключатель. И в таком случае у вас режим Dogfight Override, режим ближнего воздушного боя, будет включаться вот этой командой, как вы можете заметить. А режим дальнего воздушного боя Missile Override, будет включаться вот этой вот командой. Ну а когда вы будете возвращать трехпозиционный переключатель в центральное положение, будет включаться режим центр, то есть будет возврат к тому режиму, в котором вы находились до включения режима ближнего воздушного боя или дальнего воздушного боя. Как-то так это и работает. Ну вот смотрите, включая режим Dogfight Override, это активирует режим ближнего воздушного боя с выбором соответствующего вооружения, а именно ракет АИМ-9Х, щелкаю по переключателю и включаю режим Missile Override. И это активирует режим дальнего воздушного боя, опять же с выбором соответствующего вооружения, а именно ракет АИМ-120. Ну а если я возвращаю трехпозиционный переключатель в центральное положение, то, как я уже сказал, я возвращаюсь к тому режиму, в котором я находился до этого, ну а именно в режим навигации. Так что как-то так это и работает. Это реально очень удобно, то, что ты можешь быстро переключиться из режима дальнего воздушного боя в режим ближнего воздушного боя, ну или наоборот. И когда тебе эти режимы уже не требуются, ты возвращаешься к прошлому режиму, а именно, например, к режиму навигации или режиму воздух-земля. Так что рекомендую, в общем, Dogfight Override, Missile Override команды назначать именно на трехпозиционный переключатель при наличии ОНОВА, понятное дело. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.